Добрый день дорогие друзья, добрый день дорогие зрители, с вами Укрлайф ТВ и с нами сегодня на связи Гарри Табах, капитан первого ранга вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Бывших капитанов первого ранга не бывает, я думаю. Добрый вечер, Гарри. Спасибо, спасибо. Скажите, пожалуйста, Гарри, у меня первый вопрос, я думаю, что начнем, что премьер-министр Венгрии, господин Орбан, они встречались с Трампом, да, и он, я не знаю, он с Трампом согласовал этот вопрос или нет, но он заявил, что, заявил, что Трамп сказал, что в случае, если он станет президентом, ни копейки Украине помощи не окажет. Вот я подошел на его слова. Как вы прокомментируете это? Ну, во-первых, я удивлен, что мы перешли на копейки и рубли, потому что в последний раз я знал, что мы на центах и... Ну, центы будем говорить, хорошо, это как по инерции идет, как я сказал. Нет, ну, нет, это было так переведено, вы правы, это так было написано. Очередная, очередной скандал, очередной этот вброс. И, знаете, я думал, что это закончится в шестнадцатом году. Ну, думал, ну, предвыборная кампания, там, понятно, дерьмо вливать. Нет, четыре года на него продолжалось, вот этот навет. Я сначала не мог понять, потом как-то, нет, подождите, этого он не говорил, этого он не делал, посмотрите, наоборот даже. Ну, думал, ладно, все, уже, ну, в двадцатом году закончится эта травля на ведьм, потому что, ну, он уже не президент. Ну, каждый день, каждый божий день что-то. Ну, вот Трамп сказал, вот, начинаешь проверять, ничего подобного он не говорил, а наоборот даже другое он сказал. И каждый день импичмент, каждый день, и вот уже, он уже не президент, сейчас уже три года, еще будет четыре, все это накручивается еще больше и больше. Хотя увидишь, что в Америке все больше и больше лезнет, что, да, вот он криво, вот он изнасиловал, вот он, вот он продал, вот он сдал, вот он, а Путин охлопнул по плечу, и это без конца и без конца. И вот сейчас опять, я уже перестал на это реагировать, часто говорю, это такой психоз массовый, психоз навек, евреи, чеченцы, вот это, это, и ты ничего поделать не можешь, головой обстанавливает, и вот опять начали мне опять писать, «А что вы думаете, а вот Трамп сказал, вы слышали, как он это сказал?» А, ну, он, это, Орбан сказал, что он сказал, все, монопел, все, а что Орбан сказал? А вот он сказал, что Трамп сказал. Ну, Трамп обычно этого не говорил, что это вдруг он такое сказал, что ни копейки он не дал. А вы по-венгерски говорите? Нет. А вы уверены, что он это сказал, Орбан? Ну, как же, вот, а где вы это взяли? Из каких ресурсов? А вот из телеграм-канала, который, кстати, телеграм-канал Павел, американский дальнобой, сделал расследование. Я Павлу доверяю, Павел очень осторожен в этих делах, очень профессионален, можно сказать, хотя это не его профессия. Вот сейчас я выступал на израильском, лучшем израильском радио, то же самое. Она говорит, ну, вот поэтому, говорит, слава богу, что вы у нас, Гарри, есть. Я говорю, да, я у вас есть. Я есть, а зарплату получаете вы. Это ваша работа журналистов это все расследовать и вникнуть, а не схватиться за какой-то канал на телеграм-канале и разнести это по всему опять. И одно и то же, одно и то же. Ну, сколько уж, скоро 10 лет одно и то же. Это просто психоз массовый какой-то. И потом Павел, значит, узнал, что этот канал ведет в Венгрию. Ну, хорошо, у вас теперь Орбан в авторитете. То есть, все, вчера он был, значит, враг, на пути, на работе, а теперь он говорит правду. Чистую правду вам говорит Орбан. Ну, даже этого уже должно бы, как бы сказать, ну, что это вдруг вы стали цитировать Орбана и все берете за чистую монету, что он говорит. Значит, все до этого, что он говорил про Украину, все до этого, что он говорил про Соединенные Штаты Америки, про Россию, про Путина, значит, это тоже правда. Вы же не можете все время... Вот здесь он говорит правду, а здесь не правду. Здесь правда, здесь не правду. Но разобрали Орбана тоже. Я поговорил с людьми, которые понимают по-венгерски. Венгерский очень сложный язык, и надо понимать культуру. То есть, знаешь, как они говорили, а вот Трамп сказал, Трамп сказал, да надо понимать американскую культуру, надо понимать, как он говорит. Не все, что вы переводите, это то, что он сказал. Знаете, сколько раз человек говорил, я тебя люблю, или еще что-то, а это не значит это, или я тебя убью, а это не значит это, или ты придурок, ты шизофреник, ты... Это означает, что человек не шизофреник, значит, что он диагноз поставили, значит, что он идиот, хотя идиот – это тоже медицинские терминологии, но есть вещи, которые в культурах обороты речи есть. Значит, люди, которые понимают по-венгерски, они говорят, нет, этого Орбан тоже не говорил. То есть все это накручивается. Орбан сказал такую вещь, что у Трампа много друзей, что на Западе и что при Трампе не было войны, и что если Трамп придет, то война остановится. И он говорил не о помощи Украине, что он не даст центра. Во-первых, они в этом, значит, телеграм-канале, знаете, когда пишут, а вот на Украине делается то-то и то-то. Ну, когда я вижу на Украине, я понимаю, что это уже что-то там не то. Когда там говорят, я не антисемит, но жидов я не люблю. Я понимаю, что что-то там не то с этими людьми. Понимаете? Просто, Гарри, извините, я сейчас скажу. Смотрите, один факт даже, то, что они встретились с Орбаном, это о чем-то говорит. Понимаете как? То есть получается в Европе самый противник Украины, если это Орбан, и Фиццо – это словацкий пример. То есть и тут Трамп встречается с Орбаном. Вот какой смысл в этом? Вот почему? И смотрите, после этого или это вброс был, или все это он так сказал, непонятно. То есть это надо разобраться. Но факт, что он с Орбаном встречался, это же вот для чего это все дело? Давайте я закончу. В общем, Орбан говорил про Европу. Он говорил, что если Европа и Соединенные Штаты Америки не будут помогать Украине, то Украина проиграет. Трамп не хочет помогать Европе, если она не будет платить свою долю. То есть Трамп не хочет защищать, если Европа не будет сама действовать, принимать какие-то действия. Особенно по отношению к Украине. Да, он сказал там, что республиканская партия, и, наверное, там они берут Трампа, не хотят голосовать за этот пакет. Ну, почему они не хотят голосовать за этот пакет? Потому что там ничего для Украины нет. Потому что плана нет. И только опять дай деньги. А куда эти деньги, непонятно, но не для Украины. А вот для Хамаса там деньги есть. 10 миллиардов. И насчет границы тоже нет. Поэтому я много раз спрашивал, вы бы голосовали за такой пакет, если бы вы были американцами на моем месте? Голосовали бы за такой пакет? Если там для Украины нет ничего. Что я должен сказать своему конгрессмену? Вы бы голосовали за этот пакет, я вас спрашиваю? 10 миллиардов. Да. Ну, мне бы посоветовали все моему конгрессмену сказать. Вот у меня есть друг. Ну, если я вот в данный момент, как я гражданин Украины, конечно бы голосовал бы, да? То есть тут вопросов не должно быть вообще. Значит, вы говорите, чтобы я своему конгрессмену сказал, что у меня есть друг украинец. Он говорит, ему в принципе пофиг, что там 10 миллиардов для Хамаса, для террористов, которые ведут в Иран, которые ведут в Россию. Ему пофиг это. Пусть убивают там детей, жарят их в печер, перед их родителями засовывают гранаты женщинам, ему, моему другу Алифу, это украинцу пофиг. Ему также пофиг моя граница, то есть мою страну завоевывают, что там в этом пакете ничего правильнее. Хотя пакет называется «Национальная безопасность». И он не знает, что в этом пакете есть, что там для Украины, и он не понимает. Ему опять же какой-то телеграм-канал просто сказал, что там 60 миллиардов для Украины. Ну, разобрашив досконально, ему объяснив это, что там для Украины ничего нет, он все равно настаивает, чтобы голосовали за это. Я ему так скажу завтра. Я думаю, что он скажет, если ему пофиг, то на мне тем более пофиг на него. Я думаю, что это будет честно, согласитесь. Ну, мне, например. Я не хочу голосовать за вас. Чего я вам должен помогать? С какой стати? Ну, хорошо. А вы говорите, что не разобравшись. А если я разобрался, действительно, там 60 миллиардов, ну, это 60 миллиардов, Украина не получает этими деньгами, а действительно вооружение, то есть увеличится количество оружия, там все. Какое оружие? Ну, американцы должны. Это деньги для чего выделяется, вот 60 миллиардов? Ну, вы сказали, вы разобрались, скажите мне. Я разобрался. Ну, я имею в виду, что вот не спонтанно я вам сказал, что вот если выделяют вот столько денег, я буду голосовать, да? Кто вам сказал? То, что там выделяют. Не, я... В том-то и дело, что вот сейчас не выделяют, потому что республиканцы, то есть не голосуют, они не голосуют за. Нет, вам сказал, что в этих 60 миллиардах есть деньги для Украины, для оружия. Где там это написано? Вы видели? В смысле, где написано? Ну, в законопроект же. Законопроект же подали уже туда. Да. Сенат принял, да? Правильно? Да. А что там? Теперь? Потому что в Сенате большинство демократов. Что там написано в этом законопроекте в 60 миллиардах? Там, если не ошибаюсь, там эти деньги практически остаются в Америке. Ну, все равно Украина за эти деньги получает вооружение. Правильно я понимаю? Какое? Снаряды, петриоты, там все остальное. Сколько снарядов, сколько петриотов? Ну, я же не знаю. Я же не специалист военный. Это вы должны знать. Вы же говорите, что вы знаете, что там написано. Я вас спрашиваю. Я знаю. Я просмотрел. Андрей Николаевич... Вот если вы знаете, вы говорите. Мы и говорим. А ничего для вас. Это вообще не для Украины. Почему не для... Нет. То, что это в пакеты, это своего рода тоже как бы какой-то ход. То есть, чтобы все это провести через парламент, провести, через конгресс. Какой ход? Ну, хорошо. Выделяются эти деньги. То есть, выделять эти деньги проголосуют республиканцы или нет? За что? За законопроект. Какой? О выделении помощи Украины, Израилю, Тайваню. И, как вы говорите... Хамасу. Так ничего нет. Я говорю, что на эту сумму выделяется вооружение для Украины. Для борьбы. Для войны. Для борьбы с Путиным выделяются эти деньги. Какое вооружение? Ну, я же не знаю, что я, что, список смотрел, там какое вооружение? Я же вам говорю, что я смотрел, нету там никакого вооружения. Не написано. Хорошо. А для чего тогда выделяются эти деньги? Какие деньги? Там для вас денег нет. Кто вам сказал, что эти деньги для Украины? Вот где вы это там прочли? Вы выступление Байдена слушали? Конгресс, вот это, да? То есть, в России, ну как вам? Я не знаю. Там 15 минут, 15 минут выступления прозвучала Украина. Да. Он говорит, надо Украине помочь. Если Украине помочь, а кто не помогает-то? У него есть 4 миллиарда 200. Вы в курсе, что у него 4 миллиарда 200? Там тоже сливные моменты. Это же... В чем? Это ваши деньги. Пентагон пока не хочет отдавать, потому что боятся, что сами не получат ничего. Там же разные моменты есть. Подождите, это ваши деньги. Что значит, что они боятся? Пентагон не может решать, что вам давать, что не давать. Конгресс вам эти деньги дал. Объясните тогда, вот как должно быть все. Вот выделили эти деньги, не выделили. Я не могу. Смотрите. Объяснять буду я, изучать буду я. Андрей Николаевич Ларионов, Павел Дальнобой, Андрей Азаркин, Андрей... Из Великобритании. Выполняю его фамилию. И многие-многие... Диаспора его. А зарплату будете получать вы. И за страну за вашу должны мы переживать. Гарри, какую зарплату? Я из Америки зарплату не получаю. Нет, ну это вы украинец. Делать мы будем вы, а вы журналист. Я же не журналист. А у вас все журналисты разносят эту дезинформацию. Я не понимаю, как это работает. То же самое с Орбаном. Где вы слышали, что он это говорил? Откуда эта информация? Гарри, все средства массовой информации об этом говорят. Понимаете или нет? То есть это же не мои слова. Это же я... Я же не сказал, что... Я же не сказал, что это я говорю. Я же Орбан сказал. Как вы объясните вот это? Понимаете? А вы слышали, как Орбан это сказал? Нет, я не слышал. С чего вы взяли, что он это сказал? Так в том-то и дело, что, Гарри, нам надо выяснить, это правда или неправда. Я же не говорю, что это Орбан сказал, значит, это Трамп сказал. То есть это слова от Орбана. Смотрите, Мария, это не нам надо выяснить. Я не украинец. Это вам надо выяснить. Вы украинец. Это ваша жизнь. Это вас убивает. Правильно, Гарри, вы гражданин Америки, да? Вы гражданин Америки. Я выяснил, и еще заплатил за это, и еще объяснял, почему я не хочу за это платить. Вы понимаете, что тут чуть-чуть у нас толось? Смотрите, Гарри, дело в том, что моя страна, да, моя страна, вооруженные силы Украины, да, то есть наши солдаты воюют, и все ждут помощи, понимаете, обещанной, да, то есть и всех нас это волнует. Будут ли это помощи или нет? Или нам надо как-то что-то делать, понимаете или нет? Вот это же всех волнует. Поэтому я вам задаю этот вопрос. Смотрите, дело в том, что... Что-то вам дали? Два года. Вам ленд-лис обещали, дали вам? Ну, обещали, знаете, обещали. Ну, не дали, да, обещали. Все обещается. А сколько вам, вы еще будете верить обещаниям? А виноват Трамп и республиканская партия. Сегодня не Трамп. Опять же, у Байдена есть. Ваши деньги, ваши... По-моему, я не сказал, что Трамп виноват. Да, лично я не говорил такое. Правильно же, да? То есть, меня уж такое не услышали. Марин, смотрите, мы должны с вами договориться. Мы сейчас говорим о вас или о вашей стране в целом? Мы говорим о стране, да. Тогда отбросили себя в сторону. Эта программа не... У вас говорят, что или вы, имею в виду украинцы, вы говорите, что там 4 миллиарда 200 не так просто. Это ваши деньги. Что значит там? Что еще может быть проще? Если мне, мои партнеры дали передать вам 4 доллара 20 центов, а я вам говорю, Маргарих, знаешь что, дорогой, я что-то там волнуюсь, я тебе передавать их не буду. А вы мне скажете, это не ваши деньги, это мои деньги, мне их дали. Вы знаете, какой у Америки бюджет в Пентагоне? 800 миллиардов. 4 миллиарда сыграют какую-то роль, когда мы ни с кем не воюем, чтобы спасти Украину. Хотя это тоже не спасти. У президента также еще есть 7 миллиардов, которые он может выдать. Так, а какой помощь? Кто не дает помощи? Республиканцы, Трамп, кто? Или он? Или Белый дом? Ленд-лист не дал вам ни копейки, ничего, ни центра, ни рубки не дал по ленд-листу. Так, о чем мы говорим? Это администрация, я думаю. А вы настаиваете, чтобы все равно республиканцы, я голосовал за этот пакет. Не объяснив, не поняв, не внятно. Вот просто дай миллиончик, и все. Паниковский у Остапа Бендера, у корейки. Разобраться бы надо, вникнуть надо. И потом распространять. А нет, вот Орбан сказал, и Трамп сказал. Да нет, не Трамп сказал, Орбан. Трамп сказал, что он хочет Такара Карлсона в президента. А, ну не Трамп, его сын сказал. А вообще-то не его сын сказал, а его сын сказал, что это было его такое, он не против поположиться. Орбан высказал тут свое мнение. Он даже не говорил, что Трамп это сказал. Он высказал свое мнение, где... Ну так говорят не венгры, которые понимают по-венгерски. Гарри, дело в том, что человек, когда идет в политику, когда он становится политиком, он должен знать, что про него всякую будут говорить. И грязи будут лить. Хорошего никто ничего не скажет. Понимаете или нет? Почему у вас... Нет, я не слышал такого. Не слышали? Я думаю, что вы должны вникнуть в... Ну если вы думаете, что у нас Байдена так сильно любят, вы ошибаетесь. То есть вот в данный момент, конечно, никто не делает... Не любят в данный момент. Но два года было. Вот он сейчас даст. Вот Байден пообещал. Вот Байден назвал его убийцей. Вот Байден сказал, что он долго на своем месте не усидит Путин, если меня изберут в президенты. Вот Байден сказал, что будут санкции из ада. Вы ничего этого не слышали? Ну, слышал, да. Ну и что? Что из этого вы получили? Получили санкции из ада? Путин не удержался на своем месте, когда Байден стал президентом? Вы никогда не слышали, что надо улицу в его честь назвать? Вы никогда не слышали, что ленд-лист ничего вам не дали? вы все концентрируясь трамп сказал трава то я не он сказал а орбанского а с каких пор у вас орбан стал в авторитете я не могу понять но он никогда у нас не было авторитета вы тогда говорите что он то и дело что а почему он стал час авторитетом у трампа если разобраться не подождите у нас что дипломатические отношения разорваны венгрии не страна нато а что венгрии его выбрали не демократическим способом по какой причине с ними встречаться потому что у вас в каком-то телеграм-канале говорят что он плохой поэтому с ним встречаться не надо да дело в том что не каком-то телеграм-канале все знают что орбан украины он всегда вот смотрите он всегда против выделения даже европейских денег вот это писать миллиардов а украина все время голосовала против израиля в оон то что не надо встречаться с зеленским натаньяху или какими-то другими так я не понимаю вы хотите по по каким-то понятиям а вы не в курсе что у вас еще год назад были дипломатические отношения с ираном с террористической страной у вас и посольство их было вы встречали с ними со всеми чьи только когда уже шахеды пошли от ирана вот тогда вы говорите а что орбан какое какое что орбан сделал незаконного чтобы таком против украины вообще против кого-либо но никто же не говорит что он делал законно не за по что а что он что его страну назвали террористической страны венгрию назвали террористической я не знаю почему с ним нельзя встречаться я не могу понять и обсудили я же не говорю что нельзя не встречаться да вы говорите что вот орбан за понятие вы хотите жить по понятиям ну это уже по понятиям это но не в нашем случае что орбан сделал неправильно почему с ними встречаться я не говорю что не надо встречаться и ну гарри давайте так у нас что-то вот первый вопрос почему-то пошло перепалка вот я не понимаю почему я в чем тут перепалка я вас спрашиваю почему вы хотите чтобы мой конгрессмен проголосовал за этот пакет вы говорите потому что там для украинцев или что вы не знаете я вам говорю что там чего нету и что плохое для меня как для американцев гривене мне по барабану потому что там что-то должно быть я говорю что он вам до этого ничего не дал он вам не вернул деньги ваши у него есть он сейчас может помочь нет но я слышал он обещал а обещал он вам мои самолеты в самом начале войны обещал он вам и танки обещал перевернуть обещал санкции за да обещал 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 обещала пока что забрал флот он ваш президент горит он ваш президент он не мой президент и что я ему не верю а вы ему верить вы продолжаете ведь вы верите что теперь орбан сказал про то я я верю разум американских конгрессменов что они все таки иметь и иметь и дело в том что от этого зависит судьба украины понимаете ли нет то есть это все делается на руку путина подождите но если украине пофигу моя страна а если украине пофигу из чему пофиг из-за чего голосуйте за этот пакет а я вам говорю что в этом пакете вот то 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 вы говорите нет все равно голосуйте я это воспринимаю что вам пофиг хорошо в том пакете не устранят республика строго границы правильно я понимаю а что еще не устраивает что там в этом пакете для хамаса деньги 10 миллиардов ну хорошо пусть говорят что пусть переделывать тогда это закон каким-то образом они не ради вот демократы не хотят переделать не хотят только в пакете республиканцы предложили чтобы отдельно голосовать за все нет не отдельно все хорошо гарри республиканцев не устраивает вот это так называемая помощь украине потому что это не помощь не проголосует вроде же разговоры пошли что до конца апреля должны проголосовать как не никто никому ничего не должен они могут договориться о каких-то вещах они прогонят смотрите пакет этот не эти 60 миллиардов это пакет всего бюджета соединенных штатов америки туда входит вот этот пакет поэтому за какие-то вещи они уже проголосовали на которых они сошлись а вот на этом пакете который имеет отношение к безопасности соединенных штатов америки они не проголосовали потому что там нету безопасности соединенных штатов америки там есть деньги для для хамаса по ней деньги для израиля там есть деньги для тайваня то его и да там нету ничего насчет границы а это безопасность соединенных штатов америки и там есть деньги которые называются деньги для срочной помощи против агрессии россии куда может быть и входит украина может быть там она может получить что-то из семи миллиардов которые там есть а может они получить но если взять прошлое слен лисом где проголосала супер большинство и демократов и республиканцев и украина белый дом администрация байдена дала 0 и то что 4 миллиарда 200 украинских денег не дается сегодня он сегодня может это дать то что у нас 4 миллиона кассетных снарядов уже по моему миллион мы утилизировали уничтожили и ни одного снаряда не даем украине почему спрашивается то демореспубликанцы говорят зачем мы еще будем ассегнировать деньги если прошлое показывает что вы все равно не дадите туда куда они должны идти а куда-то пошлете в другое место или просто скресятничаете как говорит а сергей любарский оставите их себе вот на эти вопросы демократа республиканцы дали 12 вопросов белому дому каков план что делать чего вы хотите как а что где вы хотите чтобы украина находилась победа не победа вот так вот перемолвание их людей белый дом не ответил ненаде на этот вопрос но вчера они вам выдали что вот байден требует чтобы было от кого она требует он ее может дать от самого себя не может дать сегодня у него есть эту полномочия работ убеждать что вот специально границу байден может закрыть границу сегодня перестать незаконные нелегальные внедрение много нет пусть вот республиканцы голосуют они не хотят нам помочь вы понимаете что вас обманули и вы часть этой истерики которую на которую навели на ветвое постоянно отвлекает вот трамп сказал 10 лет каждый день вот трамп сказал приборами возможно это так возможно но не буду спорить рапик у вас не было войны при трампе ни одна бомба не упала на украину ни одним гражданский человек не погиб на территории украины дара было где-то 10 солдат в год погибал от перестрелок на разграничение были введены наши корабли в черное море летали стратегические бомбардировки цены на нефть были такие которые создавали у души россии ирана и венезуэлы все это остановилось в первый же день как пришел президент байден увел наше посольство из украины сказал если это небольшое захват украины ничего страшного если больше хорошо как вы думаете вот почему это получается что смотрите они же знали да что путин нападет знали вывели посольство все стран то есть все европейские страны америка вывели а если бы они не вывели свои посольства предупредили бы путина не делай этого парень как вы думаете он остановился бы я не знаю но думаю что да это больше не пошел ему дали зеленый свет вывели сказали что можно небольшое внедрение повысили цены на нефть сняли санкции с северного потока наложили санкции на наш северный поток конечно же он увидел что мы зеленый свет горит никогда ничего не сделали скале то будет нападение украине дали три дня и ничего поэтому пол не сделал президент зеленский ходил и говорил вы хоть санкции видите что-то покажите что это правда что он нападет или хотя бы ему еще предложили бросить украины уехать и получить убежище это сделал не трамп трамп тут ни при чем но у вас будут отвлекать вот 300 миллиардов сейчас вам дадут вот то вот все и вы настаиваете чтобы за этот пакет голосовали странно да много странностей в этом мире гарри хорошо давайте перенесемся в америку да вот получается что практически вы вышли на финиш и прямую трамп и байден да вот если у вас какие-то прогнозы 50-50 или выиграет один или другой от фейли что-то зависит данный момент она все-таки у нее что там по моим 19 процентов или сколько-то там у хейли нет мне уже больше ничего не зависит не уже ничего не потому что смотрите она не сказала то есть она сказала что она снимается с гонки да но не сказала за кого то есть отдать голоса за трампа или не отдавать она ничего не сказала она автоматически ее голоса отдают стран потому что когда вы участвуете в дебатах вы подписываете бумагу что когда вы снимаете из гонки все голоса идут победителем то есть все бывшие конкуренты трамп в республиканской партии теперь должны отдать все свои голоса им то что конечно же республиканская партия тоже не очень довольна потому что они не хотели трампа были другие кандидаты которые могли молодые умные но американский народ вопреки даже своей партии решил что они хотят опять трампу на эти хейлы было бы я считаю опять же вот я тоже знаете они они предсказания такие сказать очень сложно делали а например мне нравилось на дефил я считал что она прекрасным президентом у нее все были вот все что по отношению к украине по отношению к израилю как она говорила ее полку того он она была губернатором обычно губернатором все этапы практически прошла а все прошло и прошла блестяще и вот во время вот этой гонки с трампом она сделала одну ошибку за другой одну ошибку за другой и самая крупная ошибка то что она как говорится легла в постель с демократами она взяла у них деньги то что не делает трамп он вообще ни у кого денег не берет поэтому нет лоббистов поэтому он нравится людям которые понимают что он будет защищать их интересы они интересы лоббисты хорошо гарри вы сейчас находитесь в украине вот так как вы видите ситуацию вот сейчас данный момент вы этот побывали уже на передовой я так знаю вот общались солдатами военными вот такие впечатления последние вот ваша но у меня впечатление такие ситуации чрезвычайно тяжелая опять же потому что нехватка оружия но в то же время никакой паники нет ни у гражданского населения на этой территории приближенной к фронтовой линии не у военных они принимают оборонную позицию ваши диверсанты делают прекрасную работу топят российский флот избивают российские самолеты да конечно есть потери желательно чтобы чем быстрее придет военная помощь тем меньше украина будет проливать крови особенно 100 потому что я был опять был обстрел мы недавно был обстрел в одессы где погибли дети и гражданские населения террористически такое но паники нету и все готовы все что русские могут преднести украинцы готовы с тем что у них имеется и пока что они делают хорошую работу до платят высокую цену к сожалению высочайшую но так сервей вы бы так устроен мир к сожалению это украинские сми включая вас доносит не ту информацию людям и заводит их в заблуждение дезинформации он отвлекая их на вещи которые на сегодняшний день не имеют никакого значения вот вы опять говорит что вы доносите да я я не доношу я спросил доносите иначе чего вы делаете тратить что и время и мое и свое давайте что-то на гарри давайте на последок что-то такой позитивной на позитивный тон и активно непозитивная здесь не нахожусь для того чтобы развлекать людей чтобы давать им воздушное чувство какое-то это користович там от фигин это вы к ним давать уже что вы уже победили уже крым ваш уже уже путин в морге лежит там уже переворот в кремле это у вас достаточно без меня дело все в том что я хотел чтобы журналисты или люди которые пошли вот в эту медийную зону делали расследование делали вникали если кто-то их обманул один раз второй раз дал дезинформацию перестаньте их приглашать свои эфиры перестаньте смотрите я же вас пригласил как раз для этого чтобы мы поговорили да правда это не правда это да то есть надо выяснять сколько нет но мы же не пищущие мы говорящие поясняйте сколько угодно но вы же не выясняете каждый раз этот врач хороший или плохой если он уже четыре левых ноги отрезал за место правой вы же не выясняете дантиста этот хороший или плохой каждый раз идем быть уже четыре зуба вырвал которые не болят вы же не выясняете парикмахер этот хороший или плохой если он вам рушу лучше каждый раз режет или водитель которого вызываете каждый раз таксистом каждый раз врезается во что вы же не выясняйте хорошим почему вы все время приглашаете тех кто вы уже знаете несколько раз вам сказали неправду про ленд лист про тот же по про про трампа про того же если вы уже знаете что они много раз вас ввели в заблуждение зачем вы приглашаете их еще раз а мы выясняем правду мы вы поэтому мы у вас гарри пригласили чтобы услышать другую сторону момента сколько раз могу сторону монет и опять начинать а вот трамп сказал вот он сказал а вот и война сказала вот они сказали иначе все по новой опять паника опять это все я этого не понимаю считаю что это безответственная журналистика я считаю что криминальная считаю что кровь украинских воинов кровь украинского населения на языках вот этих вот журналист которые которым главное лайки просмотры колокольчики и вот это и вот они вам будут гнать каждый раз сегодня у меня уже четыре раза спросили но помимо орбана просили что фейген марк фейген сказал что путин готовит преемника своего сына через 12 лет это они обсуждают делать нечем морочит людям голову ну что гарри давайте наверно завершим сегодняшнюю нашу беседу с каждым зрителям спасибо что слушали нас видели нас смотрели нас спасибо гарри вам что вы сегодня с нами и благодарим вас и до скорых встреч дорогие друзья с нами сегодня был гарри табах у гарри табах тоже есть свой youtube канал пожалуйста подписывайтесь на его канал ставьте лайки от этого зависит наше предложение продвижение спасибо всем до свидания